Жили на свете два человека. Они были похожи, как братья. Две руки, две ноги, одна голова. И в сердце каждого из них таился огонёк. Они очень бережно хранили свой огонь, не давали ему погаснуть. Однажды увидели они, что другим людям не хватает огня. Они мёрзнут от холода и путают дороги в темноте. Первый человек испугался и спрятал свой огонь. Он боялся, что у него самого не останется тепла и света. А второй подошёл к людям, открыл для них своё сердце. Стал он человеком-костром. И вспыхнула в темноте огненная любовь. Осветила она круг мудрости. Потянулись к костру люди. Любовь дала людям твёрдую веру. И они держались её. И каждый получил свою надежду. Согрелись люди, определили свои дороги и пути. И взяли от этой любви совсем крошечку. Стало на всей земле тепло и светло. Много-много загорелось людей-костров, в мудрости которых другие могли получить веру и надежду. А первый человек так и остался один. Ведь он всё время прятал свой огонь от других. Но однажды огонь его сердца стал гаснуть. Он начал мёрзнуть и сбился с пути. Тогда он и увидел своего брата. Огонь его горел весело, как в юности. Ведь вокруг него были люди. И каждый заботился о нём, подкладывая в его огонь веточки. Понял первый брат, что всё время делал не то. Не может человек быть сам для себя любовью и мудростью. Не может дать себе веру и получить от самого себя надежду. Огонёк у него сердце коптил и отравлял синим смертельным светом. Из последних сил первый брат сделал шаг и попал в свет человека-костра. Многое прошло времени, пока людям удалось снова разжечь огонь первого брата. Они делились с ним любовью, раздували его надеждой, защищали верой. И в один из дней вспыхнул новый огонь. Сильный, смелый, молодой. И всё он осветил вокруг своей мудростью. Стал и он человеком-костром, чтобы дарить людям свет и тепло. Ведь в мире так ещё много людей, которые нуждаются в костре.